Слаженный механизм направленный на решение проблемных вопросов граждан. Народные приемные президента. Адресно и оперативно. Именно так и ведется их деятельность. Имеющиеся проблемы решаются быстро и прямо на местах. В объективе наших камер Самаркандская область. Общественные приемы по судебно-правовым вопросам. В их основе идеи во имя чести и достоинства человека. Подобные открытые диалоги в Самаркандской области, организованные народными приемными президента, начались в расположенных в 20 километрах от центра Ургутского района селения Кенагаз и в 50 километрах от центра Кушарабадского района Кишлаке-Чуш. Ответственные лица Верховного суда, Высшего судейского совета, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел рассматривали тщательно каждое обращение, опираясь на открытость процесса, принципы законности, справедливости, гуманности. Чтобы дать объективную, правильную оценку, данными открытыми диалогами было охвачено население Ургутского, Тайлакского, Кушарабадского и Иштыханского районов. Изучены 229 вопросов 225 обратившихся граждан. 81 решен на месте. По 48 обращениям даны правовые разъяснения поста, определены конкретные сроки исполнения и ответственные лица со взятием под надлежащий контроль. Таким образом, после рассмотрения Ургутским, Тайлакским, Кушарабадским районными судами по уголовным делам 16 дел, учитывая чистосердечное раскаивание совершивших преступления всех 16 лиц на основе представлений отделов пробации, органов внутренних дел освободили от отбывания наказания условно-досрочно. Проживающий в сходе граждан Махали Ченок Кушарабадского района Салохаден Аликулов в 2019 году, возвращаясь из Турции, пытался незаконно завести в страну 100 штук лекарственных средств, не имеющих сертификата соответствия, с сомнительным качеством и без срока годности гарантий. За что решением Самаркандского городского суда по уголовным делам от 23 декабря 2019 года получил наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет, а незаконный товар был ликвидирован. В течение двух лет и более месяца он состоял под контролем службы пробации, искренне раскаялся в содеянном, не покидал территорию области и строго придерживался установленных правил отбывания наказания. Во время нынешнего общественного приема попросил ответственных лиц дать ему еще один шанс. Суд рассмотрел обращение всесторонне и принял решение об условном освобождении Солохадина Аликулова. Изучалось и исполнение обращений во время предыдущих общественных приемов. Так, в прошлом году проживающая в сходе граждан Махали Мирганча Ургутского района Зинаида Ибрагимова во время такого открытого диалога подала одну из строительных организаций в суд, будучи недовольной качеством строительства, приобретенного ею на основе ипотечного кредита жилья по образцовому проекту на двух сотках земли. Кредит выплачивается вовремя. Вопрос был рассмотрен в судебном порядке и по нему принято законное и справедливое решение, за что гражданка пришла выразить свою благодарность. Год назад обращались с заявлением во время общественного приема в Тайлакском районе. 180 домохозяйств оставались без газа, да и дома построены некачественно. А мы ведь их приобрели в кредит. Подали заявление в суд о возмещении морального и материального ущерба. Сейчас все 180 домов подключили к газовой сети. Суд принял решение в нашу пользу. Моральный и материальный ущерб взыскивается поэтапно. Пока его получили 5-6 человек. Остальная часть средств продолжает поступать. Спасибо за помощь. Благодарим за все. Да, такие мероприятия дают возможность жителям отдаленных местностей непосредственно обратиться к ответственным лицам по тому или иному вопросу и получить соответствующие ответы на них. Все направлено на главное, чтобы люди видели результат усилий государства, проводимых при образовании на своем собственном примере и были согласны с жизнью. 50-55 лет назад, когда мы работали, о таком могли просто мечтать. И не думали, что все настолько изменится. Еще свежи в памяти наши скитания по министерствам и ведомствам, различным судебным инстанциям. Теперь все иначе. На первом месте человек и его интересы. Руководители и ответственные лица сами приезжают в село, изучают проблемы граждан и решают их. Многие наши соотечественники, воспользовавшись такой поддержкой, становятся предпринимателями. Все это отражает справедливую политику руководителя страны. К ответственным лицам Генеральной прокуратуры поступили обращения, связанные в основном с обеспечением верховенства закона в предпринимательстве и других сферах, исполнением судебных решений, социальной защитой, оказанием материальной помощи. На основе обращения Ойбеку Турсункуловой из Махали-юхора Санчкуль Ругутского района выделили кредит на 32 миллиона сумм для возведения цеплицы. Озода Холматова из Кушарбатского района на основе своего обращения решила сразу три вопроса. Ранее в результате сокращения рабочих мест в общеобразовательной школе она осталась без работы, потому ей окажутся действия в трудоустройстве. Обучающуюся в ВУЗе ее дочь возьмут под социальную защиту, а также заново рассмотрят уголовное дело, лишенного свободы ее супруга. Во время общественных приемов решены вопросы 25 обратившихся женщин касательно взыскания алиментов. В рамках открытых диалогов примирены находившиеся на грани развода супружеские пары и сохранены тем самым семь семей. Отменены судебные приказы относительно взыскания алиментов. 25 женщинам, которые не имеют стабильных источников дохода, выделены швейные машинки, семена и саженцы агрокультур для размещения их на приусадебных участках. Еще одной части представительниц прекрасной половины назначено пособие по безработице, приняты меры по обучению их профессии. При содействии народной приемной и второго сектора 23 больным соотечественникам выделили инвалидные коляски. После соответствующих обращений к представителям Министерства внутренних дел женщины, столкнувшиеся с притеснениями, взяты под государственную защиту. Так, Хадича Хаитова из Ургутского района с двумя детьми осталась в трудном положении. После обращения гражданки ей выдали ордер на защиту. Найдено решение и по ряду вопросов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения. Так, в обращении помощника Хакима Ургутского района в сходе граждан Махали, Савгон, Матлаба и Смоилова, говорится, что возле образовательных учреждений автотранспортные средства передвигаются с большой скоростью, что вызывает тревогу у всех. Вопрос был изучен с выездом на место и решен положительно. Возле школы и дошкольной образовательной организации организовали пешеходные переходы и установили дорожные знаки, ограничивающие скорость движения на этих участках. Холмурат Шодьеев из Иштаханского района три года назад получил потребительский кредит и в установленные сроки погасил его. Тем не менее, на его имя поступают предупредительные письма от банка относительно задолженности. К тому же снимаются средства с его пластиковой карты. По данному вопросу приступили к соответствующим проверкам. 15 представителям семей, нуждающимся в социальной защите, которые ранее уже обращались к ответственным лицам народной приемной и третьего сектора за счет внутренних возможностей на бесплатной основе оформили и вручили айди-карты. Также совместными усилиями представителей областного хакимиата, управления юстицией, налоговой и таможенной служб, национальной гвардии решен целый ряд поступивших во время общественных приемов обращений. В процессе открытого диалога с участием руководителя первого сектора области в городе Самарканде рассмотрено более 580 обращений. Организованы рабочие группы для изучения проблем непосредственно на местах и принятию необходимых мер по их решению. На основе рассмотрения обращений, поступивших от жителей сходов граждан Махали Джойчхур, Кыр рассмотрены в частности вопросы соблюдения условий договоров, заключенных между строительными организациями и гражданами. Выслушав внимательно, все стороны определили конкретные сроки и ответственных лиц по справедливому решению поднимающихся вопросов, расширению канализационной сети на этих территориях, ремонту и оснащению медицинского пункта. Общественные приемы по судебно-правовым вопросам организованы и в Агдаргинском, Поздаргомском районах, а также в городе Катакургане. Более подробно об этом в наших следующих репортажах. Продолжение следует...